В Красноярск прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Прежнев. В здании теперь Краевой администрации первым делом состоялось совещание партхозактива, обсудившее задачи Краевой парторганизации по успешному выполнению народно-хозяйственного плана 1972 года. Дорогого Леонида Ильича, как и полагается, встречали бурными и продолжительными аплодисментами. В своей речи товарищ Прежнев особо подчеркнул необходимость организованно без потерь провести уборку урожая, выполнить задание государства по заготовкам хлеба и других продуктов сельского хозяйства. Генеральный секретарь и его свита, обратите внимание на кортеж, машин в котором не счесть, посетил музей святитель Николай. Прежневу рассказали, что именно на святителе вошь мирового пролетариата Владимир Ленин добирался в ссылку в Шушенское. Про то, что на пароходе в свое время путешествовала царь Николай, тогда скромно молчали. Товарищ Прежнев побывал на Красноярской ГЭС. Осмотрел все сооружения гидростанции. Именно в 1972 году Красноярская ГЭС была сдала в эксплуатацию с оценкой «Отлично». И первым улицам страны тогда провели подробнейшую экскурсию. Он даже посидел за центральным пультом управления. Почетный работник ГЭС Алексей Медведь вспоминает, тогда Брежнев был еще бодр, подвижен и весел. Говорил не заикаясь и без всяких бумажек. Ну он просто в обращении. Он как вот вопросы такие, общение такое простое. Вот ему задают вопрос, любые вопросы, он отвечает на вопросы, сам задает. Как вы тут живете, что вы кушаете, как рыбалка там. Ну элементарно это все. Просто, доступно. Вот расстояние никакого. Такое ощущение, что всех первых лиц советские времена возили по одними тем же предприятиям. Именно тем, которым действительно нам можно было гордиться. Кроме ГЭС, завод «Красмаш» и комбайновый завод. Во время посещения ордена трудового красного знамени комбайнового завода Леонид Ильич интересовался ходом реконструкции предприятия, которое скоро будет выпускать до 50 тысяч комбайнов в год. На «Красмаше», по словам очевидцев, работники получили инструкцию. Ничего личного у генсека не просить. Если что надо, так мол, сразу обращайтесь к директору или даже первым секретарям, нашим горкома и крайкома. Работники обратились с коллективным письмом. Мол, квартиры дают, но мало. И можно сказать, по итогам поездки генерального секретаря город, тогда завод выделил впервые два девятиэтажных дома. Но это всё осталось за кадром. Впрочем, как и закрытые банкеты для дорогих гостей. Поляна была у нас накрыта на «Девятке». Там закрытый завод, и там они обычно там принимались. Здесь они не... Они принародно тут не стеснялись. Приготовили коньяки. И всё. А Брежнев сказал, что ему водочки. А водки нет. Забегали, нашли водку. Он макал водки, выпил, и что-то там закусил, и всё. И вышел. В общем, Брежневу наверняка в нашем крае понравилось. Он ведь и правда был великим и могучим. Я про край. Наталья Кична, Александр Тропин. Новости ТВК.